Об этом шла речь на встрече главы Кубани с руководством Юго-Западного отделения Сбербанка. Сегодня председатель подразделения Евгений Титов представил губернатору нового руководителя региональной сети Татьяну Сергеенко. Вениамин Кондратьев отметил, что за последние два года льготную ипотеку под 6% получили более 1600 семей с двумя и более детьми. Однако губернатор предложил пересмотреть условия и сделать доступным кредит под низкий процент и при покупке вторичного жилья. Немаловажный для нас вопрос. Это сегодня ипотека под 6% для семей, где 2 и более ребенка. И я хочу сказать, что у нас очень активно она в крае заработала. Но есть тоже один нюанс, который для нас очень важный. Вы сами знаете, что ипотека работает только на новое жилье на первичном рынке. А сельское место, она же у нас разная, сельские районы. То есть там они не могут привезти, потому что нет того количества жилья, которое строится, и где они могут взять ипотеку и купить себе жилье. Сами понимаете, Кубань – это аграрный край, это жительница страны. И, конечно, 4 миллиона жителей у нас проживают в сельской местности. Поэтому возможно ли распространить на вторичный рынок, на вторичный рынок приобретения жилья, вот эту ипотеку под 6%? На долю Сбербанка приходится 40% выданных средств по льготной ипотеке. Как отметил глава края, если кредит станет доступен для покупки вторичной недвижимости, в первую очередь им воспользуются жители сельской местности.